МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одним из новых направлений обучения Центра культуры станет кружок раннего музыкального развития. Преподавательница Дарья Уляшина заканчивает Академию музыки имени Гнесиных. В числе прочего она будет преподавать и игру на гуслях. Я занималась фольклором народов России, и мне захотелось аккомпанировать себе на каком-то музыкальном инструменте. И я решила выбрать для себя гусли звончатые. Они мне очень понравились тембром, своим звучанием и своим образом. Еще один новый преподаватель Ксения Крутого. Кроме того, что она виртуозно владеет гармонию, показала она свой талант и в игре на старинном русском народном инструменте жалейки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собравшиеся с восторгом принимали каждый номер молодых исполнителей. Публика совершенно замечательная, очень тепло принимала, даже, можно сказать, помогала выступать. Люди слушают, им это нравится, а нам радостно то, что то, что мы делаем, нравится людям. Ведь мы делаем наше творчество, оно для людей. В неформальности вечера добавили выступление клоуна Николя, в миру Николая Потемкина, руководителя кружка циркового искусства. Но, безусловно, больше всего зрителей, среди которых было немало представителей старшего поколения, тронула именно музыка. Молодое поколение, вот я не могу без волнения говорить, вы понимаете, с такими талантливыми голосами, с такой отдачей и с таким восторгом они нам сегодня преподнесли, ну, просто нет слов. Это, ну, дорого стоит, чтобы услышать вот такое исполнение. Я очень рада. Концерт состоялся в рамках подготовки к празднованию Дня поселка совхоза имени Ленина, который запланирован на 2 октября. Максим Козлов, Елена Кошелева, Видное ТВ.